Когда можно пить воду из-под крана? Причем течет не только горячая или холодная, но еще и газированная и кипяток. Не нужен чайник, не нужны стерилизаторы для бутылочек. Можно в принципе делать все. Можно и макароны моментально вскипятить. Можно бланшировать помидоры. Не только удобно, но и красиво. Вот главный тренд архитектуры и дизайна сегодня. От массового производства к уникальному проекту для каждого. Некоторые из них оценили министр строительства страны Михаил Мень и президент республики Рустам Мениханов. Умные дома, вычислительная архитектура, все в совокупности программирования глобального будущего. Это макеты городов будущего. Они все разные, но есть и обобщение. Например, все стремятся к ускорению. Здесь предусмотрены автомобильные круговые магистрали. Важна и экология. На крыше предусмотрены теплицы. Здесь можно выращивать огурцы, помидоры, зелень. И еще одна тенденция – это вертикальная урбанизация. Города должны расти не вширь, а вверх. Но о ближайшем будущем в Сатарстане тоже не забывают. Так челны окажутся во власти кольца. Мы планируем сформировать единое пешеходное кольцо, которое включает в себя площадь садов, центральный пешеходный бульвар, парк Победы, Шишкинский бульвар и бульвар энтузиастов. А в Менделеевске студенты архитектурного приближают будущее. Уже отремонтированы усадьбы Ушковых и старый химический завод. В планах многофункциональный центр и образовательный детский лагерь. Город должен превратиться в одно большое инвестиционно-привлекательное пространство. Для этого есть потенциал. Есть вообще уникальная дамба, аналог которой только в Америке. Он работает по принципу Никола Теслы. И аналогичная история только на Ниакарских водопадах. И здесь еще неизвестно, мы пока не изучали, где появилось ранее вот это вот сооружение. Кроме того, эта территория очень интересная. Здесь прекрасный транспорт, это федеральная трасса, это железная дорога. Здесь окружены водными артериями. Уже на форуме говорили о том, что дизайн и архитектурные решения не просто украшения или функционал. Они формируют мышление, настроение и даже влияют на безопасность. Россия может соревноваться с другими странами, своими городами. С Лос-Анджелесом, с Флоренцией, с любым городом мира. Нужно только использовать весь потенциал. Перед нашей отраслью были поставлены очень серьезные задачи. Это выйти с 80 на 100 миллионов квадратных метров жилья. Это снизить ипотеку до 7-8 процентов. Это выйти на такой показатель, чтобы у нас 5 миллионов семей в год могли улучшать свои жилищные условия. Чтобы решить задачи, в первую очередь нужно усилить Казанскую архитектурную школу и исключить дефицит высококвалифицированных специалистов в этой области. Самый сложный вопрос это кадры. Нам нужны кадры. Мы уже видим, что целая плеяда молодых специалистов появляется. И городское хозяйство требует профессионального подхода. 60 спикеров из 9 стран мира. Форум продлится еще два дня. Завтра ожидаются мастер-классы, круглые столы и воркшопы. Альбина Слагараева, Данил Филатов, Ильшат Мухаммедов, ТНВ «Казань». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»